На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии на Новиковой и Кортко о главном в этом выпуске. После аварийной однушки трехкомнатная квартира почти в 100 квадратных метров. Для этих детей мечта стала явью. Книжные фонды пополняются, а читающих не по работе, а для души все меньше. В городской библиотеке прошел день дарения. Аллея Комсомольская слава может представлять интерес для террористов. Ее включили в перечень городских объектов, которые нужно защищать. Мечты сбываются. Это слова многодетной мамы, которая сегодня получила ключи от новой трехкомнатной квартиры. До этого дня семья с пятью детьми ютилась в однушке в аварийном доме. Всего с начала года муниципалитет приобрел 120 квартир для расселения ветхого фонда. За новоселов порадовалась и наша съемочная группа. 17-этажка в 17-м микрорайоне сегодня пополнилась счастливыми новоселами. Елена Хомченко ради такого случая забрала всех пятерых детей из школ и детсадов. Мы действительно понимаем, что это наш общий праздник. В этом году уже с начала года муниципалитет приобрел более 120 квартир, которые в основном пошли на решение вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья. Действительно, в этом году только сколько квартир уже, и все пошли в квартиры, в основном, и многие, то есть квартиры, я скажу так, это многодетным семьям были выделены и тем, кто нуждается. И надеемся, что и в будущем наши многодетные семьи будут получать хорошее, нормальное, благоустроенное жилье. Ключи вручаются Елене Сергеевне, матери пятерых детей. А вскоре, скажу вам по секрету, семья еще пополнится. Сегодня ключи от нового жилья получили две семьи, но большинство новоселий впереди. Большая часть из 120 квартир муниципалитет предоставит жителям аварийного и ветхого фонда. После краткой торжественной части, детям уже не терпелось, все пошли обживать долгожданные квадраты. От неожиданного простора у детей эйфория. До этого семья Хомченко проживала в аварийной однушке. Спали на двух двухъярусных кроватях и на полу. Наконец-то, так сказать, труды были все, вот это вот не зря, то, что оббивала пороги, ходила. Слезы все пролитые, король, все, что вытерпела. Хочу сказать людям, нужно благодарить Бога на самом деле за то, что есть. Быть более терпеливыми и все-таки учиться верить в свою мечту. Они сбываются. Новая трехкомнатная в 93 квадратных метра – это счастье, говорит Елена. Правда, теперь собрать всех детей для памятного фото проблематично. Есть куда разбежаться. Наталья Платонова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». С 20 февраля в Нефтьюганске начнется гиперхлорирование водопроводных сетей. Как сообщают в Юганскводоканале, масштабное обеззараживание продлится до 26 числа. Причина – распоряжение Роспотребнадзора. Ведомство предписало гиперхлорирование в связи с, цитата, сезонным подъемом заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Еще одна причина – ухудшение эпидситуации в соседнем Пытьяхе. Всю следующую неделю «Юганскводоканал» не рекомендует горожанам использовать холодную воду для питья. Она будет считаться пригодной только после кипячения. 15 февраля ежегодно отмечается как годовщина вывода советских войск из Афганистана. Это день памяти погибших и выражение благодарности тем, кто, несмотря на все трудности, смог вернуться домой живым. На торжественном митинге у памятника верным сынам Отечества присутствовали воины-интернационалисты, представители городской власти, общественности и духовенства. Репортаж без комментариев. 15 февраля – день вывода войск из Афганистана внесен в календарь государственных праздников нашей страны. Как день памяти о россиянах, выполнивших свой воинский долг за пределами Отечества. Афганская война прошла по судьбе каждого из вас. Она заставила нас рано повзрослеть, почувствовать боль и утраты близких товарищей. Заставила по-настоящему ценить любовь родных и близких. И до сих пор даже афганцы вспоминают наших ребят с благодарностью, потому что вынесли мир, вынесли порядок и вы защищали справедливость. Вечная память погибшим ребятам, тем, кого уже нет сейчас с нами. А вам долгой жизни, здоровья, уважения, благополучия и счастья. Сейчас реклама. А буквально через минуту вы узнаете, какие меры принимаются в Нефтьюганске для предотвращения террористических посягательств. Боль в спине, пояснице, воспаление суставов, проявления, характерные как для пожилых, так и для молодых. Чтобы обеспечить комфорт себе и близким, я нашел отличное средство. Физиотерапевтический аппарат компании «Еломет» «Алмак-01». Широкий спектр показаний и удобство домашнего применения. Вот главные преимущества аппарата «Алмак-01». Его магнитное поле способствует снятию боли, отека и воспаления при лечении артрита, артроза, остеохондроза, гипертонии. В комплексном лечении «Алмак-01» помогает вернуть свободу движения, восстановить работоспособность. Может применяться совместно с лекарственными препаратами. Именно поэтому во многих семьях «Алмак-01» считается универсальным помощником, который всегда под рукой. Успейте купить в феврале «Алмак-01» по старой цене. В аптеках «Сибирский лекарь», аптека «Отсклада» и «Экона». «Еломет». Комсомольская аллея между вторым и третьим микрорайонами включена в реестр потенциально опасных террористических объектов. Сегодня в городе прошло заседание профильной комиссии. Усиление защиты разных объектов с точки зрения антитеррора продолжается, в том числе и улиц, где проходят народные гуляния. Подробнее в сюжете. Транспортные предприятия отчитались по своим объектам. Систему видеонаблюдения в автовокзале и Юпате хотят объединить с безопасным городом. Вертолетчики поставили дополнительный круглосуточный пост охраны и провели среди летчиков учения. Поверх периметрового ограждения установлен козырек из угловых консолей с несколькими видами колючей проволоки. Запасные ворота оборудованы охранной сигнализацией. Вдоль периметрового ограждения имеется дорога для патрулирования. Патрулирование осуществляется в круглосуточном режиме сотрудниками ЧОП «Спарта» на патрульном автомобиле. Учеждения спорта, культуры, образования и соцсферы рассказали о своей работе в этом направлении. В частности, по школам и детсадам за счет собственных средств хотят расширить охват видеонаблюдения вокруг зданий. А вот спортсменам необходимо 26 миллионов, чтобы полностью соответствовать стандартам безопасности. Все работы нужно завершить к 2018 году. Сергей Юрьевич, я хотел бы активировать еще раз внимание по поводу трех лет с момента категорирования объектов. То есть в 2018 году, соответственно, будут меры реагирования контролирующих надзорных органов, и они попросту объекты будут закрыты. Совершенно верно, надо понимать. Совершенно верно. Сдавайте, в живом случае при распределении бюджетов приоритеты? Ну, они уже включены в приоритет, поэтому просто вопрос. Спасибо. Реестр объектов возможных террористических посягательств в городе увеличился. Было 107, стало 120. В их числе теперь аллея комсомольской славы между вторым и третьим микрорайонами. Место массового гуляний ждут дополнительные меры защиты. Данный объект был включен в перечень, который подлежит модернизации в части оснащения данного объекта видеосистемой, установке инструкций по действиям граждан в случаях чрезвычайной ситуации и периодического обследования данного объекта на предмет выявления нарушений. Кроме того, на комиссии рекомендовали чаще проводить учения подобной направленности. Ближайшее пройдет завтра в Нефтьюганской окружной клинической больнице. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Международный день дарения книг отметили накануне. В акции приняла участие и Нефтьюганская библиотека. Репортаж нашего корреспондента. Праздник еще достаточно молод. Впервые его отметили в 2012 году. Организаторы и активисты просят всех небезразличных людей бережно относиться к книге. Не забывать о том, что, к сожалению, даже сегодня не каждый житель планеты имеет возможность познакомиться с ней. В этом году и наша городская библиотека присоединилась к празднованию Дня дарения книги. Наша библиотека принимает участие в этой акции впервые. Цель этой акции добрая и простая. Подарить хорошую книгу или вдохновить и организовать других людей или даже организации на такой замечательный поступок. В фойе городской библиотеки оформлены стенды. С 14 по 28 февраля любой желающий может подарить книгу или взять приглянувшуюся. В первый же день акции горожане подарили 32 книги. А воспитанники детского сада номер 20 вовсе удивили сотрудников библиотеки. В честь праздника смастерили поделку в виде книги, посвященной Великой Отечественной войне. Дарить книги нефтьюганцы готовы, но читают ли они их сами? Мы решили спросить это у прохожих. Последний раз? Работу! Работу? Да, только по работе читаю. Вы часто читаете? Ну, по школьной программе, да. Школьная программа. А что в последний раз вы читали? Пушкина. Когда вы в последний раз Пушкина читали? В 2008-м. У меня муж много читает. И я, когда время есть. Современный ритм жизни редко дает возможность перевести дух, не то чтобы прочитать книгу. Но впереди нас ждут четыре праздничных дня, один вечер из которых можно провести за книгой. Дарья Прокопович, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В фондах всех библиотек региона пополнения Департамент общественных связей Югры сделал им подарок в виде книги «Югре-85. История с продолжением» и специального выпуска журнала «86. Добрых дел региона». Издания получили библиотеки общеобразовательных школ, колледжей и учреждений доп. образования. Презенты можно назвать по-настоящему уникальными. Например, книга «Югре-85» была издана по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. В сборнике рассказывается об истории региона, начиная с истоков о культурном наследии и, конечно же, о людях, которыми гордится округ. Всего существует 56 экземпляров. Нижневартовские завершили чемпионаты и первенство Югры по аэробике. Оттуда наша сборная команда спортивной школы Олимпийского резерва «Спартак» забрала практически все награды. В этом году команда собралась достаточно большая – 41 человек. Наш город представляли спортсмены в возрасте от 9 до 17 лет. По словам тренера, трудностей с детьми не возникало. Неудивительно. Ведь по спортивным меркам они уже являются вполне опытными. У нас дети начинают выступать с 6-летнего возраста. То есть вот эти дети, они уже достаточно получили большой опыт на соревнованиях и не было в этом плане проблем, чтобы их как-то настроить. И правда, проблем нет. Так 9-летняя Ира Захарова не первый раз привозит домой золотые медали. Она утверждает, что для подготовки перед выходом много не надо. Я просто настраиваюсь и у меня все получается. А как именно ты устраиваешься? Я вдыхаю и выдыхаю. У меня все получается. Победа принесла спортсменам не только множество медалей и грамот, но и возможность защищать честь города на чемпионате Уральского федерального округа в Магнитогорске, который будет проходить с 24 по 28 февраля. Будем надеяться, что он пройдет также на одном дыхании и принесет юным чемпионам победу. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». И у меня на этом все. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok